Всем привет, друзья! Сегодня мы погрузимся в историю Алма-Аты. Крыша расскажет вам о том, откуда взялись названия неформальных районов города, а также некоторые интересные факты о них. Будет интересно! Большая и Малая Станица. Проверьте свои знания о городе. Как вы думаете, что необычного произошло с Казанским собором в Большой Станице? А. Его сожгли. Б. Перенесли из одного места в другое. В. В нем служил самый пожилой священник в городе. Правильный ответ – дальше. Название Большая Станица сегодня, пожалуй, вспомнят только старожилы, а современные алматинцы часто не отделяют ее от малой, хотя исторически последняя появилась гораздо позже. Большая, или как ее еще называют Алматинская Станица, это первый жилой район, построенный уже через два года после основания укрепления «Верная» в 1856-м. Район расположился на западе от крепости. Его границами сегодня стал продолжающий улицу Пушкина, проспект Суинбая, левый рукав Малой Алматинки и улица Макатаева. Историческими доминантами Большой Станицы являются два культовых здания двух религий – Центральная мечеть и Софийский собор. Первое в 50-х-80-х годах было простым двухэтажным зданием с арабской мозаикой на фасаде. В середине 90-х старую мечеть разобрали и построили новую. Что касается Софийского собора, то в советское время он был трансформирован в кинотеатр «Ударник», а в конце 80-х пришел в упадок и сгорел. Но в 2000-х его восстановили по старым чертежам и фотографиям. Границами Малой Станицы можно считать улицу Добролюбова, проспект Рыскулова, правый берег Малой Алматинки до реки Жарбулак, которая ранее называлась «Казачка». За 12 лет до присоединения к городу на этом месте в центре Малой Станицы построили дом культуры, который позже перестроили в кинотеатр «Экран». Сейчас же здесь ресторан. Историко-архитектурной достопримечательностью Малой Станицы является храм Казанской Богоматери. Вообще он был построен в 1854 году в Большой Станице и просуществовал около 10 лет. Когда вышло постановление, запрещающее иметь в черте города деревянные здания, храм разобрали и перенесли в Малую Станицу. На старом же месте воздвигнули каменный собор – Софийский. Интересный факт. В 20-х, 30-х годах, при гонениях на все религии, эта церковь оставалась единственной действующей во всей Алмате. Второй район, появившийся после основания укрепления «Верная Татарка», образовался он в 1860 году на востоке крепости. Изначально район носил название «Ташкентская слободка», но уже после был переименован в «Татарскую» из-за большого количества проживавших здесь представителей татарской национальности. Точные границы татарки определить трудно, но принято считать, что она начинается от реки Жарбулак и улицы Добролюбова, а далее простирается до горы Коктебе и вниз, почти до Толгарского тракта. В основном это были купцы и ремесленники, переселившиеся из Западной Сибири. Отсюда и название улиц – Казанская, Оренбургская, Уфимская, Крымская, Томская, Барнаульская и Астраханская. Здесь расположена старейшая в городе мечеть Фатима. В советское время ее превратили в клуб рабочих при обувной фабрике. В 2000-х же мечеть полностью восстановили. В конце XIX века на окраине татарки возникло мусульманское кладбище – Кенсай. К концу советской эпохи она стала крупнейшим в Алмате. Позже от него отпочковалась Кенсай-2, расположенная на вершине Коктебе. Там можно найти мавзолеи банкира Ержана Татишева, политиков Заманбека Нуркадилова и Алтынбека Сарсимбаева. В 2007-2009 годах через район Татарка была проложена восточная объездная автомобильная дорога. Для этого снесли дома, расположенные между улицами, носящие имена космонавтов Николаева и Поповича. При этом жилые здания по внешним сторонам улиц остались, поэтому на этом участке сейчас можно наблюдать таблички с исключительно четными или нечетными номерами. В 1867 году на базе крепости Татарской Слободки и Большой Станицы был основан город Верный. Он застраивался на запад и юг и расположился в границах проспектов Рейнбека и Абая, горы Коктебе, реки Исентай. Сейчас эта территория считается историческим центром Алматы. Друзья, мы хотели бы поблагодарить журналиста городоведческой тематики Андрея Свиридова за помощь в сборе информации к этому ролику. Спасибо. Ну а мы продолжаем. Компот. Знаете ли вы, на территории какого объекта находится самое старое алматинское дерево? А. На территории зоопарка. Б. На территории детского сада. В. На территории мечети. Правильный ответ будет дальше. Компот, пожалуй, один из самых известных неформальных районов в Алма-Аты. Традиционно границами считаются правый берег реки Малая Алматинка, левый берег реки Жарбулак, улица Богинбай-Батыра и улица Байтасова. Данная местность входила в черту города еще в Вернинскую эпоху. Тогда здесь в основном располагались яблоневые сады. Плотная же застройка началась в конце 40-х, начале 50-х годов прошлого века. Своё необычное название район получил из-за находящихся на его территории фруктовых улиц. Яблочный, Вишневый и Грушовый. В этом районе есть множество мелких улиц, среди которых улица имени молодогвардейца Любови Шевцовой. На ней находится старый детский сад. А на территории детского сада растет вот такой огромный дуб. По мнению некоторых экспертов, ему более 150 лет. И это самое старое дерево в Алматы. Кстати, дубы могут расти по 6-7 веков. Максим Дмитриевич Зверик, в честь которого теперь называется улица Грушовая, был одним из основателей Алматинского зоопарка и Алматинского заповедника в горах Зайлийского Алладау. Это всё на сегодня, друзья. Конечно, это не все неформальные районы города, о которых мы могли бы рассказать. Они бы просто не уместились в одном выпуске. Впереди у нас Таста, Горный гигант, Тулебайка и Шанхай. Так что, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, делитесь им. И, конечно же, подписывайтесь на канал. Продолжение следует. Субтитры подогнал «Симон»!